Встреча спустя десятилетия. 89 семей из Южной Кореи отправились в северокорейский Кымгансан на встречу с родными. Они не виделись с 50-х годов прошлого века. После войны на полуострове они оказались по разные стороны границы. В Кымгансане они пробудут до среды. О воссоединении семей спустя почти 7 десятилетий расскажет Вадим Гринько. Этой встречи Лисунам ждал десятилетиями. Впервые после войны разделивший корейский полуостров на два враждующих государства у него появился шанс увидеть старшего брата. Связь между ними оборвалась 68 лет назад. Тогда Лисунаму было 8. Моя мама не плакала перед нами с братом, когда мы расставались. Но я видел, как она молилась о его будущем. Ему пришлось остаться в КНДР, а мы уехали в Южную Корею. Тогда я потерял брата, а родители сына. Это было ужасно. О возможности увидеть родных по другую сторону границы в Южной Корее просят около 57 тысяч человек. В этом году из списков выбрали 89 семей. Они приехали к близким в северокорейский туристический регион Кимгансан. Там пробудут до среды. Наверное, это последняя наша встреча, потому что я уже стар. Я был бы очень счастлив, если бы нам разрешили отправлять письма друг к другу или общаться по видеосвязи. Сейчас это невозможно. А встретиться лично можно только один раз. Большинству участников поездки привезли своим родственникам подарки. Одежду, еду, медикаменты. Многое из этого в Северной Корее приобрести нельзя. Я подготовил для него лекарства, в том числе таблетки от головной боли, пищевые добавки, а также некоторые вещи для ежедневного использования. Это первое воссоединение семей Южной Кореи и КНДР за три года. В апреле лидеры двух стран подписали мирное соглашение и договорились сотрудничать. Но, несмотря на потепление в отношениях Сеула и Пхеньяна, свободно пересекать границу жители полуострова не могут. Более чем половине из тех, кто ждет воссоединения, уже за 80. Более 75 тысяч жителей Южной Кореи умерли, так и не дождавшись встречи с родственниками. Вадим Гринько, ЮАИ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова